Медики долго отговаривали Алиму Алиеву от рождения второго ребёнка. У неё сахарный диабет, а это может сказаться на здоровье будущего малыша. Но Алима стояла на своём. Родила же старшую дочь здоровой, вот и вторая беременность протекала без осложнений. Во время обследования никаких патологий не обнаружили. Но сразу после появления на свет дочери, врачи диагностировали стеноз гортами. Девочка не может самостоятельно дышать. В Казахстане не производят трубки для таких больных. Как же маленькая Линара получает доступ к кислороду? Расскажет Амир Саминбек. Линара дышит благодаря вот этим трубкам. Их не производят в Казахстане и не продают в аптеках. А менять нужно каждый месяц. Её мама Алиме приходится заказывать трубки через знакомых за границей. Выходит очень дорого для скромного семейного бюджета. Женщина не раз пыталась добиться, чтобы людям с диагнозом стеноза гортани все медицинские препараты выдавали бесплатно. Но слышит только, что не положено. Мама полуторагодовалой Линары очищает ей горло от мокроты. Процедура не из приятных. Для взрослого что уж говорить о такой крохе. И так несколько раз в день. У девочки стеноз гортани. Другими словами, сужение дыхательных путей. Самостоятельно ребёнок дышать не может. Только через пластиковую трубку. В мае Линару едва спасли. В мае месяце на мастер-класс должен быть именно по стенозу гортани с Италии. Должны приехать врачи. И мы должны попасть к ним на консультацию. Просто на консультацию. Но когда они нас увидели, в каком состоянии ребёнок, она у неё не могла не кушать уже вообще. Ничего не ела, не пила. Они нас сказали, всё, мы вас экстренно будем оперировать. 12 часов у нас была операция. Сразу после операции состояние Линары улучшилось. Зарубежные врачи в животе девочки установили трубочку, чтобы малышка могла через неё питаться. Их выписали, объяснили, как их обрабатывать и менять. И здесь же семья Алиевых столкнулась с новой проблемой. Сейчас все лекарства, все метрасходы, которые нужны ребёнку. Гастростома у нас стоит, трахеостома, голосовые клапаны, фильтры. Это всё покупается в России. Месяц у нас выходит около 300-400 тысяч. Ещё не считая того, что ребёнок болеет каждый месяц. Таких средств, конечно же, у семьи нет. Алима рассказывает, что она раньше эти трубки кипятила и обрабатывала антисептиком. Но когда врачи увидели, то строго запретили подобную обработку. Трубки одноразовые. Женщина пыталась убедить, что у неё нет другого выхода. Но слушать её никто не стал. Берём кредиты, берём кредиты. У нас один выход, только кредит. Супруг работает. Ну, у него зарплата 100 тысяч. 102 когда-то выходит. Ну, это ничто не хватает. Плюс моя инвалидность, ребёнка инвалидность вот эта вот. И даже когда идёшь куда-то, получить что-то бесплатное. Не дают нам, потому что они считают вот эту вот нашу инвалидность тоже как доходом. Я хотела вот стать тоже как этот, мол, имущая семья. Алима как диабетик ежемесячно от государства получает на бесплатной основе инсулин. Поэтому она не понимает, почему нельзя внедрить аналогичную практику для детей с теноза гортаней. По её словам, в Казахстане с таким заболеванием насчитывается более 50 детей. А пособий по инвалидности ни на что не хватает. А на какие-либо другие льготы они претендовать не могут. Семья живёт в маленькой съёмной комнате. Вся пенсия по инвалидности уходит на лекарства. Алима Алиева, как и десятки мам, ухаживающие за такими детьми, постоянно пишут письма в Минздрав и Минтруда и Соцзащиты. Но в ответ получают лишь дежурные описки. Мы также направили в Министерство труда и социальной защиты населения официальный запрос. Почему же родители детей с диагнозом «стеноз гортани» не могут рассчитывать на поддержку государства? К слову, аналогичный запрос готовит и депутат мажориста парламента Магирам Магирам. Готовлю депутатский запрос с тем, чтобы правительство не просто обратило внимание на эту существующую проблему, но и с тем, чтобы помогли родителям справляться с этой проблемой. Мы все находимся в зоне риска, когда у любого человека может родиться ребёнок с инвалидностью, с такими вот тяжёлыми заболеваниями. И я считаю, что и мои коллеги на фракции поддержали меня. Мы считаем, что правительство должно создать максимальную поддержку таким родителям, взяв хотя бы часть заботы на себя с тем, чтобы облегчить несколько вот эту сложность, которую сегодня родители испытывают. Ну что ж, будем ждать ответ на запрос нашей программы и мажористменов. Этот вопрос на контроле.